Друзья, всем привет! Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы 2020. Решающий гол забил Денис Черышев. Тот самый Денис Черышев, который играет в Европе, который родился и вырос там, который воспитывался в футбольной академии Мадридского Реала и который приносит победы и нашей национальной сборной. Перед прошлым чемпионатом Европы одной из главных тем был Роман Найштедер, которого натурализовали перед самым началом турнира. А давайте попробуем узнать, кто еще из футболистов, выступающих за границей, но имеющих российские корни, может усилить нашу национальную команду перед чемпионатом Европы 2020 года. Меня зовут Илья Штеблов, раньше я был только автором Маннибола, а теперь я еще и в кадре. Роберт Иванов. Человек с очень русской фамилией и очень европейским именем. Родился и вырос в Хельсинки, там же начинал играть футбол, пробивался наверх через низшие финские дивизионы, даже отслужил в настоящей финской армии. Кстати, одним из тех, кто обратил внимание на Роберта Иванова и сказал, что он сможет добиться успеха в футболе, был российский тренер Равиль Сабитов. Сейчас Роберт выступает за финскую Хонку, которая является одним из лидеров местного чемпионата. Иванов цепко действует в отборе, обладает хорошим первым пасом и записал на свой счет 12 забитых мячей. Неплохой показатель для центрального защитника. Выступление в нераскрученном первенстве мешает Иванову иметь более высокий ценник, однако потенциал у этого молодого игрока еще есть. Подтверждением тому являются два матча, сыгранных за сборную Финляндии. Правда, оба из них были товарищеские, поэтому шансы у российской команды переманить этого защитника еще есть. Следующий кандидат – это Гордон Барич. Многие из вас знают, что в Ленинск-Кузнецком вырос и воспитывался Александр Головин. В свое время там была очень сильная команда «Заря», где играл Алексей Смертин. Ну и еще этот город известен тем, что именно там родился защитник Гордон Барич. Еще в детстве Гордон вместе с семьей переехал в Интер, правда не в Миланский, а в Хорватский. Несколько раз Гордон уходил в аренду, но с этого сезона является твердым игроком аренд в более скромные клубы в этом сезоне, Барич является основным футболистом своей команды. Кстати, там он выступает вместе с еще одним россиянином Сердером Сердеровым. Учитывая достаточно молодой возраст, у Барича есть все шансы заявить о себе, в том числе как игроку национальной команды. Следующий кандидат – это Марио Белата. Он родился в Москве, мама его русская, а вот папа из Эфиопии. Когда ему было два года, семья переехала в Голландию, именно там Марио воспитывался и играл в футбол. Там он выступал за местную спарту, после чего уехал в Шотландию играть за футбольный клуб «Данди». После одного из матчей у него случился неприятный эпизод – он подрался с болельщиками в баре. Этот эпизод вынудил его вернуться в Голландию, и сейчас он играет за футбольный клуб «Валвейк». Кстати, именно гол Белата помог команде выйти в высшую голландскую линию. Решающий гол был забит в дополнительное время матча против голых «Эд Иглз». Следующий кандидат – это Эрик Дзенга. Он родился в Костроме, у него русская мама, папа из Анголы, но еще когда Эрик был ребенком, вся семья переехала в Германию. Он воспитывался в Академии Байера и подавал большие надежды, даже выступал за юношескую и молодежную сборную Германии. Сейчас Эрик играет в футбольный клуб «Изанхаузен» вместе с еще одним россиянином Александром Жировым. Эрик, выступающий на позиции опорного полузащитника, неплохо в отборе, выполняет большой объем работы, начинает атаки, у него сильная левая нога, неплохой набор качеств, который наверняка поможет его команде в борьбе за промоушен в Бундеслибе. Следующий претендент – это Шахар Пивень, который играет в Израиле. Израиль, как и Германия, является очень популярным направлением для миграции наших соотечественников, поэтому неудивительно, что там тоже очень много футболистов с российскими корнями. Один из них – это Шахар Пивень, который до 6 лет жил в Биробиджане. Пройдя через несколько аренд, он оказался в Макаби из Тель-Авива и в прошлом сезоне вместе со своей командой стал чемпионом страны. Это приятная строчка в резюме, которая, правда, пока не позволяет ему привлечь интерес российских команд. Но, если прогресс этого футболиста не остановится, я думаю, что скоро на него обратят внимание. Для следующего кандидата – Эдди Готлиба – переезд в Россию уже стал реальностью. Центральный защитник с российским паспортом неплохо зарекомендовал себя в ХПЛ и еще несколько лет назад мог оказаться в России. Интерес к нему проявляла Уфа. Тогда трансфер не состоялся, но недавно Готлиб присоединился к команде Оренбург. Здесь центральный защитник, который после переезда стал использовать полную форму имени – Эдуард Готлиб, провел всего два матча, после чего получил травму. Но по выздоровлению наверняка будет одним из основных игроков команды Владимира Федотова. Из Израиля перенесемся обратно в Германию и здесь у нас следующий кандидат – это Макс Безушков. Макс обучался в Академии Штутгарта в тот самый период, когда за команду уступал Павел Погребняк. Максим неплохо проявил себя в дубле команды, даже вызывался в юношескую сборную Германии, но шанса в основной команде так не дождался. Переход в Вайнтрах также не начался успехом. Здесь он сыграл всего лишь три матча за основной состав и съездил в несколько не самых успешных аренд. Сейчас Безушков играет за Ян Регенсбург из второй Бундеслиги, за который в восьми матчах забил уже два мяча и еще один гол забил в Кубке Германии. Неплохо для центрального полузащитника. Еще один футболист, известный в Германии, это Эдгар Приб. Он родился в российском городе Нерюнгре, но еще будучи ребенком вместе с семьей перебрался в Германию. Успешным выступлением за команду Гройтерфюрт он заслужил трансфер в Ганновер, где продолжает выступать и по сегодняшний день. В первом же сезоне в Бундеслиге Приб набрал 10 очков по системе гол плюс пас, но так не дождался внимания со стороны национальной команды, хотя в прессе открыто говорило о желании выступать именно за российскую сборную. Приб даже получил капитанскую повязку в Ганновере, но чуть позже началась черная полоса. Он порвал крестообразные связки, из-за чего пропустил практически полтора года. За это время Ганновер вылетел во вторую Бундеслигу и сейчас Приб, уже восстановившись, пытается помочь своей команде вернуться в элиту немецкого футбола. У нападающего Дрезденского Динамо Александра Еремеева русский отец, хотя он вырос и родился в Швеции. Здесь Александр дважды становился чемпионом, а в первой части текущего чемпионата продемонстрировал неплохие бомбардирские навыки, забив 12 мячей. Для сравнения, Джордан Ларсен за это же время забил всего 11 мячей. Правда, Ларсен переехал в Спартак за 4 миллиона, тогда как Еремеев за сумму в 4 раза меньше стал игроком Дрезденского Динамо. В этой команде Еремеев переселся с еще одним бывшим спартаковцем Патриком Эбертом. Выступление Еремеева в Германии пока также радует. Два мяча и одна голевая передача в 6 матчах. Не пора ли парню в нашу сборную? Кстати, за шведскую команду он сыграл один товарищеский матч против команды Финляндии. В этом матче, кстати, он пересекся с Робертом Ивановым, о котором мы уже рассказывали. Завершает наш список Эдуард Лёвин, который родился и вырос в Германии, но, по словам его агента, имеет и российский паспорт. Лёвин прошел через несколько немецких футбольных академий, но заиграть на постоянной основе в Бундеслиге смог в Нюрнберге. Плюс на его счету 7 матчей и 1 забитый мяч за молодежную сборную Германии. Еще зимой, когда Лёвину только исполнилось 22 года, в прессе активно сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны московского Спартака. Однако трансфер так и не состоялся, а Нюрнберг вылетел из Бундеслиги. Несмотря на это, сам Эдуард за солидные 7 миллионов евро перешел в Герту. Там он пока не стал безоговорочно основным, но молодость и перспективность футболиста позволяют рассчитывать на то, что он еще будет прогрессировать. Неизвестно, согласится ли сам Лёвин выступать под российским флагом, учитывая его успешный опыт выступления за немецкую молодежь. Однако даже текущий уровень его игры позволяет рассчитывать на то, что Станислав Черчесов обратит на него внимание. Это был Moneyball, теперь мы будем выходить регулярно, поэтому предлагайте свои темы в комментариях, пишите, кого из перечисленных футболистов вы хотите видеть в нашей национальной команде. Ну а меня зовут Илья Штиблов, пока! Субтитры создавал DimaTorzok